Белые начинают, но выиграть будет крайне сложно сегодня и неизвестно... Перед мяч Париж используют. Причем они все проходят. Веранти, Демарье... О-хо-хо-хо! Придумал удар с левой ноги от вратаря вращая. Томас Сукель показывает, что было касание перчатки и нужно назначать угловой, но я бы на месте мальчиков Манчестера и, прежде всего, защитников задумался, почему так легко ходит мяч перед штрафной у Парижа так... Тяжело пробиться здесь. Это Решфорд пробил поворотом, по-моему, маленький рикошет от ноги Бернато. И так получилось. Вытаскивалось из ближнего верхнего угла мяч Буфон, но сыграл спокойно, уверенно. Да, после рикошета мяч полетел в самую-самую девятку. Ну, может быть, к штанге, но в любом случае Буфон был на месте, на чеку. Первый угловой. Это не слишком явный эпизод. Контраатака, точнее, возможность для нее есть Юнайтед Решфорд. Ох, у него такие быстрые ноги. Он уже готовил себя к этому рывку. Тактический фолк. Да, тактический и, на самом деле, довольно грубая ошибка центральных защитник топ-клуба. А Бариса Жермен, безусловно, топ-клуб, кто бы что ни говорил, не может совершать такие глупые промахи, потому что на десятой минуте желтая карточка, ну, на один мячом. Здорово как раскачал Ким Пембе проскочил. И Буфон забирает. Уже по-хоккейному здесь на пятачке сгрудились вратари футболисты. Очень активно именно на правом фланге действует сегодня Манчестер Юнайтед. Здесь уже и два нападающих постоянно бывали. И теперь сместился еще опорный полузащитник. Ким Пембе, по-моему, в последнюю секунду понял, что сейчас он просто на пятнадцатой минуте отправится в раздевалку, если задержит руки на теле поля Багбан. Отпустил его. Нет такого блок-плеймейкера, но вот есть блок-плеймейкер. Подача! И на этот раз именно Преснел Ким Пембе выручает Париж, потому что смакивает аккуратненько мяч, без риска забить свои ворота и, снимая его вот так вот с траектории, да, аккуратно рвинулся его подбирать во вратарской. И удары с линией штрафной. Вот как положено большому клубу, Юнайтед начинает очень незаметно наращивать какие-то обороты, почти внутренние. Едва отличимые. Где-то здесь подтушили, там подали, здесь заставили понервничать. Ну, мне кажется, ты немного притягиваешь, подгоняешь под ответ. Так, значит, ты играл в голову. Да-да-да, ведь она тоже приблизительно той же формы. А Дракслер отвечает. Я скажу так, Дракслер сейчас проверил судью. Желтая. Почему тут не показывает? Удивительно, да. То есть, руками можно, ногами нельзя. Ну, хорошо, договорились, мы поняли, говорит Юлиан Дракслер. Если ты простил только что игрока Юнайтед, заработали в матче с Бёрли, когда спасали матч, Юнайтед, я имею в виду, тоже поймали игроков соперника на неумении от мяча вовремя избавиться. Но вот Пагба все же получает желтую карточку за рецидив. Несколько раз подряд нарушил правила, и Даниэль Арсата намекает именно на это. Резко идет в контакт, уже давно нет мяча в этой точке. Верати успел сделать передачу, пас, Бабе, опасно, и гол нет, как? Мимой не было офсайда. Вот это момент. И это блистательно разыгранная комбинация. Вот тут они по-настоящему раскатали Манчестер. Давайте смотреть повтор. Димари, а вон Дракслер подкрался. Ну, ты знаешь, Вар мог бы определить и офсайд, а мог бы и засчитать, потому что там вытянутая рука защитника Манчестера. Александр, засчитывать нечего. Да-да-да, я говорю, мог бы. Совершенно верно. Если бы, по ощущениям, после момента Мбаппе, и снова Кельян получает передачу, цепляет слегка его Янг. И вторая желтая карточка игроку Манчестера, да, это 2-2. Ну, точно он решил, знаешь, как в дурака, 6 карт отбита, значит, можно потом еще 6 набрать. Ну, а есть понятие по отношению к арбитрам, дающий, да, вот это дающий судья. И игра его вот в это, в его настроение втянула очень легко. Четыре желтые карточки, в примере, кого можно посмотреть. Я думаю, их будет гораздо больше. Но я скажу тебе, у меня 5, пожалуйста, да? Там рвется, рвется к своему первому тайме, к своей шестерке в первом тайме Даниэля Арсата. Но про желтые потом поговорим. Да, не успел, выставил ногу, в нее врезался соперник, который сыграл в мяч. И предупреждение, тоже абсолютно по делу. Но удаление, если оно даже здесь случится, да? Чудо приближается к штабной. Мбаппе не трогать Демарея, нет, нельзя, нельзя. А во всаде же Демарея, нет? Демарея в явном овсаде. Вот если бы этот пас прошел Мбаппе, он был бы в своем праве. Но почему не забил Демарея, я тоже удивлен. Давайте все-таки посмотрим еще раз. Вот, Демарея раньше времени рванулся. Мбаппе мог оказаться в линии. Но все-таки оба были в овсаде. Но Де Хеа, Де Хеа опять спасает. Ну, вратарь не хочет выключаться. А вот и Марсиаль. Здесь выбор достаточно богатый. Лукаку, кстати говоря, хоть он и центр-форвард, но играл на фланге. Горцует. И не в ту сторону отдает Демарея. Аргентинцу не хватает скорости. Еще его и Янг вытолкнул на ограждение. Вообще так не нужно делать. Ой, да, как это некрасиво и неприятно выглядело. Насколько это сильный был толчок Янга или это инерция движения самого Демарея? Но инерция была, но толкать уже потерявшего мяч и не участвовавшего в эпизоде футболиста вот туда, где он может. О, вот травмированный Марсиаль. Сколько же здесь уже опасностей для здоровья. Больше даже, чем для ворот. И стеляющийся удар. Даже было подозрение на рикошеты. Но угловой нет. Арсата показывает, что удар будет от ворот. Это вообще Линдейлев бьющий из-за предела штрафной. Не играть Матича, но чуть-чуть он опаздывал. И у Дракслера было несколько. На похоже Алвес будет бейкс правой над стенкой. Удар высоко. Чувствовал ворота Дехе и даже так отдернул руки в самую последнюю секунду. Вот две минуты уже и прошли. Алвес Корош был неожиданными ударами. А как исполнитель стандартов, ну, не запомнился в своей великолепной карьере, многогранной. Это очевидная и закадровая ситуация. Но в чемпионате Франции Парис Эн-Жермен вообще не имеет, по большому счету, соперника. Вместе с Эшли Янгом в составе Манчестер Юнайтед. Ну и Преснел Кимпенбе, Юлиан Дракслер и Хуан Бернад. Мы остановимся на изначальной заявке. Дани Алвес, 13-й справа. Ди Мария, 11-й слева. Дракслер, и тем не менее, проходит эта атака. Пас. Дани Алвес в третьей попытке. Пасует и удар по воротам Бомбея. Браво Дехе. Но как же легко, казалось бы, при 10-ти защитниках Парис Эн-Жермен создал этот голевой момент. Вдавливает Манчестер в собственную оборону, в собственную штрафную. И уже Дехея обраться матча с Тоттенхэмом. Из нижнего угла, как он любит. На МВП пробил здорово от газона быстро. Угловой. Хорошая подача и гол. Совершенно заслуженный гол. Парис Эн-Жермен проснул Кимпенбе. Первым получил золотую карточку и первым забил в этом матче. Они предвкушали этот гол долгой позиционной атакой. То, чего сегодня не делает Юнайтед, играя дома. Это странно. Они предвкушали этот гол два месяца, Тимур. Почему два? Ну, с тех пор, как получили соперника раскладного в себе в одной восьмой финала. Манчестер на этот с тех пор вырос. Но ему еще нужно доказывать, что он вырос до уровня Лиги Чемпионов. А не Бёрнли. Точное начало Парижа во втором тайме подача. В самый центр вратарской летит мяч в подбор. И мяч едва не попадает в ворота Дани Алвес. Вот его удар. Редкий по смелости опять же, да, с 30 почти метров. Он принимает мяч в лед и отправляет. И через рикошет едва не делает счет 2-0. Подавлен Манчестер Юнайтед. И, конечно, летит буквально на крыль. Зная каждый следующий ход. Манчестер так сегодня не играет. Но теперь прострел Бапе 2-0. Брависсимо. Великолепная контратака Парижа. И Кельян Бапе должен был забить в этом матче. И Ангель Ди Мария должен был сделать этот идеальный снукерный пас в ногу партнеров. Вот такой Париж может выиграть Лигу Чемпионов. Они забивают Манчестеру в позиционной атаке, которая заканчивается угловым. Они забивают Манчестеру с контратакой. Посмотрите, Маркиньос, Преснел Кемпенбе, Бернард, передача. Все здорово на линии. Получает мяч Ди Мария, ждет Мбапе. Включает скорость и обгоняет двоих. Супер, супер гол. И геометра, и владение мячом. Все великолепно. Сунду с контратакой. Нет ли офсайда? Бапе умчался к воротам. Опасно. Браво Дехе. Ударом ниже пояса. И деморализованный Манчестер вряд ли поднял бы голову. Нужно спасать даже в такие страшные мгновения матча, когда ты близок к провалу. Ну, для Юнайт действительно ничего не закончено. И на пресс-конференции Сульчер вспоминал свой последний еврокубковый лиг.